Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Кустик, и сегодня мы играем в GTA 5 RP, это, ребята, у нас Аризона. Хей, всем привет, привет! Ребята, сегодня у нас битва суперкаров! Это будет интересненький ролик, потому что сегодня у нас есть две очень крутые тачки. Это у нас McLaren, вроде бы это 570S, если я не ошибаюсь, да, такой очень прикольный. И также Lamborghini Huracan, вот такой, к тому же, это вроде бы Эво, тоже, если я, ребята, опять-таки не ошибаюсь. Сегодня мы сравним две эти тачки по разным испытаниям, сравним их, получается, по стоимости, сравним их по скорости и по гонке, по управлению и так далее. Потому что эти машины очень часто на Аризоне используются для ловли, часто их берут для ловли там домов и так далее. Поэтому сегодня мы узнаем, какая из них лучше, чисто по нашему мнению. Вот, во-первых, Куст, чисто внешка, вот внешка McLaren или же Ламбо? Ну, Ламбо больше нравится. Ламбо? Я, наверное, тоже бы чисто по внешке Ламбо бы взял, но... Она какая-то такая футуристичная, знаешь, как капсула какая-то. Наверное, но Ламбо чисто мне как-то, ну, просто по душе поближе, чем McLaren, поэтому да. Мне единственное что, и давайте сейчас я очки сниму, потому что явно не есть лишние. Я хочу посмотреть салон этих машин, потому что у них огненные салоны. Просто посмотри, какой салон. Он очень крутой, то есть проработанный вообще прям вот максимально очень крутой. Но мне интересен как бы именно твой салончик, потому что... Ну, садись пока за руль, я пока сяду рядом, потому что... Во-первых, у тебя двери вверх открываются, это очень круто. Вверх это плюс, да. Да, вот, но в нём такое ощущение, как будто места меньше, да? Немножко у тебя вообще ноги в руле. Я тебе говорю, капсула какая-то вот. Я понял, я понял. Короче, ребята, в принципе, по внешке, ну, вы пока в комментариях прямо сейчас можете написать, что вам нравится больше. Ламба или фера? Но мы сейчас сравним эти машины прямо на дракрейсинге. Поэтому, бро, сейчас разворачивайся, нам в ту сторону нужно ехать сейчас. Разворачивайся и подъезжаем сейчас вот сюда. Здесь как раз-таки у нас находится наш старый-старый дракрейсинг. Раньше в этом месте мы примерно делали драк. Бро, почему ты дверь не закрываешь? Объясними, ну, чисто нужно... А, у тебя... Подожди, нет, 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 она сама открылась. А, серьёзно? Она не закрывается мне почему-то? Да, я возле твоей машины стоял, она сама открылась. Серьёзно? А, она не закрывается, гляньте, прикольно. Короче, окей, давайте мы сделаем так, ребята. Прямо сейчас мы сделаем прям сходу первое испытание под названием дракрейсинг. Это у нас, ребята, Ламборгини Уракан против Макларена. И узнаем, какая из машин лучше на драге, то есть по разгону. И, конечно, они в стоке, они не прокачаны. Но, я думаю, скорее всего, если их прокачать, то как бы ничего не изменится в плане, кто будет быстрее. Может быть, там разгон изменится и так далее. Но в плане, кто быстрее, как бы останется, скорее всего, то же самое. Поэтому, бро, стартуем с тобой на счёт три. Готов? Давай, давай. Один, два, три, гоу! И, ого, тебе зацеп лучше. Слушай, старт побыстрее, но, скорее всего, по скорости я лучше. 210. Хотя, слушай, нет, 210. 220, 230. Сейчас двери открыты тебе нормально, это моя динамик. Да, да, вообще, это будет. 250. 250. 255 на финише, всё. 207 месяц? Да, я разгоняться начал. Серьёзно? Да, да, да. Так, а давай мы с тобой ещё раз сделаем драк, только вот в ту сторону, получается. Вот здесь, по идее, вот отсюда, потому что с самого-самого края, вот отсюда вот. Давай. И в ту сторону, потому что, если я правильно понял, то у тебя как будто, ну, максимальная скорость быстрее, что ли? Давай отсюда прямо вот как бы с края, откуда я стою. А там же трава-земья. Ну, там чуть-чуть мы потеряем скорость и потом поедем. Короче, будет интересно, потому что получается, что у тебя как будто максимальная скорость больше, окей. Стартуем на счёт три. Один, два, три, гоу! Так, мы стартуем, немножко подлетаем, чуть-чуть, и поехали. Да, 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 да. Ну, разгон в 200 у меня быстрее, чем у тебя. Как ты получше, ты как-то получше поехал, ты видишь? А, да, есть такое чувство, но у меня 240, я уже упираюсь, 250. Ну, тут как-то медленнее всё, на самом деле. Да, 260, я по тормозам жму. 270. А-а-а! Я понимаю. Ну, короче, у тебя получается скорость быстрее, чем у меня, да, максимальные стоки. Я сейчас ещё пакет хавать начал, там, в конце. А-а-а, воздушный багет ещё же есть, точно, кстати. А подожди, ради прикола, ну-ка, ладно, это потом... Ну, слушайте, получается, что, скорее всего, у меня разгон до 200 быстрее, а потом ты как будто раскрываешься, да? Немножко, да, начинаете догонять. Окей, поехали, посмотрим их стоимость в автослоне, потому что реально было бы интересно узнать. Макларен, скорее всего, даже стоит подороже, чем Ламба, я так думаю, потому что, ну... Ну, мне кажется, может, у 20 будет стоить 15 рублей. Возможно, но я так думаю, скорее всего, дороже. Ну, в принципе, я думаю, давай мы сейчас за этим посмотрим сцену, а потом сделаем с тобой спринт-гонку, потому что в плане разгона и скорости окей, плюс-минус на, ну, как бы, участок длиной буквально в аэропорте я, как бы, бы выиграл. Но если мы сделаем с тобой, как бы, спринт-гонку одновременно, которая будет идти и по шоссе, и по городу, то там будет интереснее, мне кажется, посмотрите, и разгон, и максимальную скорость, и так далее. Поэтому, ребята, сейчас поехали посмотрим сцены, как раз мы сейчас через Гетто с тобой наваливаем. А так, заходим сейчас сюда, и так, листаем, сейчас ищем тачки. Опять-таки, были на резоне обновления, поэтому добавили новые машинки, но мне интересны именно эти две тачки, поэтому, а где они, я их пока не вижу. Так, Порше, Порше, это все-то было, РС-ка. Подожди, как выйти в автосалон? О, прикольный. Ты че, брат, на Ешку прожми, как подойдешь, и все. Так, я пока... Так, Феррари... Макларен стоит 16800. А, ну я почти угадал, кстати. Это как бы нехило так. А сколько стоит, интересно, Ламба 12? То есть, Ламба дешевле Макларена насильно, да? Скорость у Ламбы 335 написано, а скорость у Макларена 345. Ускорение 3,5 единицы у Ламбы... А, ускорение у Ламбы почти 5 единиц, понимаешь? Да, да, да. Вот в чем дело. То есть, как бы понимаю. Так, торможение 1,5 единицы, а у тебя тоже 1,5. И сцепление у тебя 4,5. У меня похуже сцепление. Вот че такое. Вот, видишь, да, я понял. Объем бака 100, 238. А у тебя сколько? А у тебя расход топлива меньше. Сколько на сотку? 136 литров на сотку? А багажник 4 единицы. А у меня 2 единицы, у меня 2 единицы, брат. Футболку положить. Понимаешь? Ну, это чисто для ловли, то есть, не более того. Чисто там ключ положить, как бы, от дома, да и все. Окей, в принципе, у тебя тачка, мы знаем, стоит дороже на 4 миллиона. Поэтому, окей, будет интересно, потому что прямо сейчас мы что сделаем с тобой? Мы сделаем с тобой испытание спринт-гонка. И для начала, ребята, мы должны заехать на пирс. Поэтому поехали, бро, за мной. Итак, бро, на самом деле мы с тобой готовы, да, спринт-гонку провести. Давай мы с тобой поставим GPS, знаешь, куда? Давай мы с тобой поставим GPS, чтобы было интересно. А давай до дома Тревора, знаешь, где находится? А, ого, а что туда поедем? Да, туда, то есть, короче, здесь и по городу мы с тобой проедем сейчас. И по шоссе проедем. 7,6 получается. Получается ехать, да, 7,6. Окей, ребята, время для испытания. А спринт-гонка на драге, пока победила, получается, ламба. И по цене, как бы, Макларен дороже. Но спринт-гонка, поэтому стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу, братан, мы стартуем. Полетели. Так, но опять-таки разгон у меня лучше, поэтому... Да, ты быстрее. Так, та-та-та-та-та-та-та, вот она у меня плывет, видишь, на повороте я с бочком заходил. Боком заходит. Так, осторожно. На самом деле очень страшно, потому что... Да-да-да-да-да-да-да. А что... Братан, нормально. Понимаю, то есть... Что, тебя не ждать, да? Слушай, ну... Ты догонишь, в принципе. Блин, я, короче, катался на Вентадоре, а Вентадор явно управляет лучше, чем Ламбо. Вот это именно, потому что, ё-моё, а чего она реально такая... Так, Вентадор стоит 22 мульта. 22 мульта стоит, да, я помню. Блин, ребят, я не знаю, как в прокачке, то есть, конечно, возможно, в полной прокачке... Ой, поворот пропустил. Он лучше, но сейчас это прям вообще прям, ну, тяжёлая тачка. Очень. Ты как, где, скажи мне? Ты проехал уже поворот или чё? На трассу выезжаю. А, серьёзно? Чё мне развернуло-то? А, понял, бро, здорово, 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 здорово. Нормально, обошли куста. Слушай, да, на каждом повороте я прям, ну, тяжело мне, честно. То есть, мне сильно приходится тормаживаться, чтобы зайти в поворот, поэтому... Ну, окей, друзья, время для... Как бы прямого участка, да, это шоссе, поэтому... Давай, ты уходишь с меня, в смысле? Это пока, бро. Максимальную скорость пока, ну, запоминай, которую видишь. Ребята, в комментариях вы максимальную скорость лампы пока пишите. Ема, ты пошёл. А, что? Я тебя не заделал? Это не ты здесь загрузился, короче... Таксист! Ты убрался? Ты, а, он улетел или ты улетел? Я и он тоже. И она... О, ты дмитно переворачиваешься. Бро, притормози чуть-чуть, потому что я улетел очень сильно, и мне как бы не вернуться на трассу. Я здесь застрял немножечко. Сейчас я вернусь и продолжим. Так, всё, бро, я вернулся. Ты где, скажи, мне находишься? Ты, потому что... Ну, ладно, короче, поехали. Ну, Казик проехал, Казик проехал. Казик, а, всё, давай, стартуй, потому что я уже еду. Я, короче, просто появился фургон, я в него въехал и улетел, блин. А, таксист улетел тоже. А, понимаю. Ну, как бы это тоже такой элемент, который очень важен, но ты быстрее меня. То есть у меня таких скоростей не было. Там пакетик был ещё. А, воздушные багетики, вот опять. Они просто появляются эти фургоны, это страшно, капец. Хотя бы на расстоянии как-то. А почему багетики, если пакетик? Ну, багетик, я говорю, чуть-чуть мне это не нравится. Чё, кушать хочешь? Я бы поел, на самом деле. Так, о, здесь ничего, что... Я на повороте. Авария, прямо на глазах моих маслка разложился. Ты на повороте? Группа авария? Я тоже. Что ты сказал? А? Группа авария, говорю. Группа авария? Понимаю. Группа авария, да, я понял. На самом деле, я тебе скажу так, что я сейчас здесь поворачиваю направо, и вроде как должно всё получиться неплохо. Здесь у нас внедорожники какие-то катаются. 500 метров? Да. А мне ещё... А мне так же примерно. А, серьёзно? Ты прямо здесь уже? Я на оффрооде еду, да-да-да. Я только проехал его. Ну всё, я на месте. Блин, ну немножко меня закрутило ещё перед финальным этим. Ну да. Я тоже был здесь. Ну, короче, слушайте. Ну, я не знаю, что было бы, если бы я не врезался. То есть, как бы, возможно, если бы не было аварии, было бы как-то и получше. Но, друзья, что было, то было, поэтому да. По спринту пока Макларен зарабатывает балл. Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что стоит ещё кое-что провести. Ещё один небольшой спринт. Отсюда мы с тобой поедем прямо до военной базы. Это такой очень интересный участок. И, главное, бро, там, чтобы нас с тобой не взорвали, да. Это будет интереснее, и там, главное, ты не влети сильно в этот блокпост. Подожди, а на колечко ехать или куда ехать? А прямо на въезд, прямо на главный въезд. Через мост. Да, через мост. Ну, только смотри, там, короче, там не влетай, потому что там, короче, могут быть эти разные вояки, которые тебя перестреляют. Ехать нам 4 километра, это будет очень опасный участок, поэтому мы стартуем на счёт 3. 1, 2, 3, гоу, братан! Ну, опять-таки, вот у меня старт лучше. Это круто. У тебя старт лучше, да. Это круто, но, как вы понимаете, потом ты просто раскочегариваешься. Да-да-да. Пока я иду. Ой, такая прямая хорошая будет. Да-да-да-да-да, будет хорошая прямая, поэтому, бро, ещё я иду справа, ты слева меня обходи. Потому что... Ну, я тебя не догоняю пока, у меня 300. 310 у меня. О, ты быстрее, мне лампа лучше, мужик. Да почему, ты же как-то шёл быстрее меня. Ну, пакет, там был пакет, пакет. Реально, думаешь, из-за воздушного багета? Я тебя догоняю. Здесь направо ещё. Понятно. Понимаю. Прямо знак. Понимаю, я видел. Прямо туда поместил. Давай, я притромажу и вместе пойдем с тобой. Ежай, ежай, ежай. Всё, готово, да, поехали. Потому что я прям... Я так и думаю, что не впишешься, поэтому, да. Да к ней там просто вот, я не знаю, если бы я захотел специально, я бы не попал. Да. А здесь осторожненько налево. Главное, ребята, просто не убраться, поэтому... Ой-ой-ой-ой, здесь прям опасно, 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 бро. Слушай, ну, на кем-то прям круто кататься. Если вылезешь, считай, что всё, потому что там вода, и это как бы всё. Я понимаю, да. О-о-о-о, я в дрифте зашёл. Ты меня обошёл, да? Я тебя обошёл. Блин, ну ты, короче, не дрифтишь. Здесь на правый поворот, поэтому... Давай! Чего-ка сбил? Ну всё, короче, по тормозам. Ты ещё кого-то сбил, да? Всё, по тормозам, бро, по тормозам, всё хорошо. И мать из тачки, короче, на въезде в Бугатте стоят. Вояки, смотри, там вояки кого-то. Ну нафиг, короче, здесь вояки... Здесь вояки, смотри, здесь ещё ламба подъехала, понимаю. Бро, мне кажется, не стоит. Понимаешь? Я же тебя предупредил. Я же тебя предупредил. Да, конечно. Чё-то думал, что мы будем с тобой разговаривать, что ли, по душам? Я думал. Просто куста убили. Понимаю. Понимаю, да. Короче, ребята, получается, что в целом, ну, обалденные тачки. У меня ламбы лучше разгон, а лучше... А ты где? Ты уже появился в больничке или там что-то лежишь? Да нет, я тут по стуле лежу. Слушай, можно, конечно, себя как-то поднять, постараться. Ну ты можешь к нему подойти, но он какой-то больной. Ну, он это... Он явно уже пережил сегодня многое, поэтому он явно с тобой разговаривает. Не-нет, он там ходит. Не, не буду я, короче. Он меня поднимет и заберёт меня. Не-не, он явно не настроен, он у меня целится. Да я вижу, а он меня... Он за тобой бежит. Да, он по-моему стреляет, понимаешь, ясно. И, короче, окей. Ребятушки, ставьте лайки в комментариях, пока можете написать, какая вот лично у вас тачка любимая. Какая вам понравилась больше, ламбы или же Макларен. Ну и, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok